всем привет в прошлом видео мы с вами создали наш сервер arm ну а в этом видео я постараюсь увеличить volume size то есть размер нашего тома до максимального размера доступного нам и прежде чем начать я советую вам удалить этот инстанс сделать ему terminate и после того как статус поменяется на terminated создать новый инстанс по моему первому видео и выбрать ubuntu но не минимал так как полноценная ubuntu может ставиться на сервера arm если же вам интересен oracle linux можете его оставить но все дальнейшие действия в этом видео будут применимы как для oracle так и для ubuntu и дополнительно хочу напомнить что у вас есть два выбора по которым вы пойдете если вы будете пересоздавать инстанс на ubuntu то вы там можете указать сразу размер загрузочного тома равная 100 гигабайтам это в том случае если у вас уже есть два сервера а м.д. на которых по 50 гигабайт oracle дает возможность создавать блочное устройство общей сложностью 200 гигабайт то есть на всех ваших серверах максимальная емкость должна соответствовать 200 гигабайтам поэтому это самый простой способ увеличить емкость еще на 50 гигабайт при создании нового инстанса но сейчас я это сделаю по-другому я создам отдельное блочное устройство которое я смогу присоединять к любым моим инстансом лично для меня это более интересный вариант так переходим в главное меню жмем storage и выбираем блок воломс так здесь у нас пусто можно перейти в бут воломс и так мы видим с вами все три загрузочных тома размером по 50 гигабайт если мы откроем ресурсы доступные нам бесплатно в документации oracle все бесплатные ресурсы получают в общей сложности 200 гигабайт блочных томов и 5 резервных копий томов включенных волой с фри ресурса эти суммы относятся как загрузочным томом так как блочным томом вместе взятым то есть на данный момент у нас в общей сложности сейчас 150 гигабайт и соответственно для нашего последнего инстанса мы можем подключить еще 50 и давайте это сделаем заходим в блок воломс и создаем новый умолчанию нам сразу выдает 50 гигабайт назовем его armvolume и далее далее в бк полис мы ничего не выбираем и все остальные галочки мы тоже не оставим то есть у нас все находится по умолчанию жмем create блок волом ждем когда он завершится все он стал зеленым и вы или был теперь на надо перейти в наши инстанс и подключить к нему наш блочный том кстати вы можете наблюдать что в списке ваших инстансов наш последний на архитектуре arm виден без значка always free на самом деле это ошибка и в комментарии к одной из статей на хабре было примечание что этот вопрос узнавали у тех поддержки и они ответили что это пока временная техническая проблема и этот значок должен в скором времени появиться так выбираем наш инстанс далее переходим самый низ и здесь мы выбираем attach block volums жмем attach блок волом и выбираем наш armvolume который мы создали он у нас с пометкой always free также здесь можем указать девайс патч опционально я укажу деф оракал си оракал виде ди примеру в доступах у нас стоит read write и жмем attach далее по завершении создания вложения выполните команды блочного тома с помощью инструментов с чтобы эти системы включить блочный том обратите внимание если вы решите добавить этот том видите си и фаста вы должны включить параметр на деф и ноу фейл в противном случае экземпляр не сможет загрузиться в будущем сейчас я это от скриню чтобы эта информация сохранилась перейдем на наш сервер и попробуем перезагрузиться ждем некоторое время так подключаемся заново и еще раз наберем df page сейчас мы не видим этот том давайте перейдем в документацию оракла и будем действовать по инструкции так мы создали том размером 50 гигабайт далее мы его присоединили процесс прикрепления занимает около минуты вы узнаете что том готов когда состояние прикрепления для тома будет присоединено сейчас у нас стоит attach it значит у нас все ок далее подключение к объему так с помощью утилиты а из козе и dm инструмент командной строки мы можем подключиться к этому тому так для этого нам надо войти в свой экземпляр откройте меню навигации и нажмите вычислить вернем перевод на оригинал так надо нажать на три точки и кликнуть на а из козе commons and information жмем и выбираем а из козе commons and information видим команды доступные для подключения нашего блочного устройства в наш новый сервер на arm так перед этим проверим в диск l видим основной наш диск sd и 46 и 6 гигабайт далее наши разделы теперь нам надо ввести вот эти команды которые мы с вами видели будем запускать их по одной опять вернемся команде в диск l и ура у нас в dfsdb появился том размером 50 гигабайт а сейчас мы проверим этот вариант если мы перезагрузим ся появится ли этот том включаемся заново и смотрим опять и в диск l том присутствует теперь создадим директорию корни директория мнт и назовем также armvolume теперь нам надо отредактировать fs tab так но прежде чем это сделать df ht так не совсем эту команду а нужно ввести вот эту команду посмотрим наше устройство и здесь мы копируем путь к нашему девайсу sdb и вводим команду судовим или на на эти си fs tab сюда пока вставим путь к нашему тому и скопируем вот эту строчку здесь через пробел вставляем и меняем наш mount volum 3 на нашу директорию которую мы создали с вами arm полом все теперь мы сохраняем и вводим команду суда mount и и получаем ошибку потому что наш том не отформатирован поэтому нам надо ввести команду суда мкфс xfs тип нашей файловой системы и далее df sdb проверим результат с помощью команды суды в диск эль также команды суда df ht сейчас мы не видим и теперь можем ввести команду суда mount и отлично наш том присоединился директорию mount armvolume и мы можем это проверить давайте еще раз введем команду суда df ht и видим наш том смонтированный в директорию mount armvolume теперь мы перезагрузимся чтобы убедиться что он автоматически присоединится и так коннектимся заново и снова командой df проверяем присутствие нашего тома смонтированного вармволом видим наши 50 гигабайт отлично теперь мы можем зайти в наш том и создать какую-нибудь директорию видим ошибку перемешан доняет потому что эта директория принадлежит root пользователю суда lsa и видим root root теперь чтобы там можно было создавать директория мы создадим директорию к примеру на xcloud и можем назначить права 755 на эту директорию не забудем суда и также можете указать владельца к примеру это может быть вы его и дата либо же в моем случае я хочу чтобы это был пользователь opc которыми сейчас залогинен и можем теперь зайти в эту директорию и создавать любые директории которые захотим и любые файлы на этом у меня все всем спасибо кто смотрел если тебе понравилось это видео поставь лайк и подпишись на мой канал а также заходи к нам в telegram чат и подписывайся на телеграм-канал где мы общаемся на тему линукса и помогаем друг другу пока до скорых встреч